Всем привет! Сегодня готовим новый необычный карамельный медовик по очень простому рецепту буквально за 30 минут без раскатки коржей. Нежные пышные коржи со вкусом медовой карамели и сметанный крем перед этим медовиком никто не устоит он просто тает во рту посмотрите как много слоев получилось у тортика и все это мы делали без раскатки коржей очень быстро и просто обязательно перед подачей к столу дайте тортику прогреться и вы только посмотрите какой он получается нежный очень вкусный и для того чтобы приготовить коржи для медовика мне понадобится 450 граммов муки муки может уйти чуть больше или чуть меньше будем смотреть по консистенции теста 150 граммов сахара я использую тростниковый сахар можно использовать любой 150 граммов меда 225 граммов сливочного масла 3 яйца полторы чайной ложки соды это примерно 7 граммов и щепотка соли коржи для медовика у нас сегодня карамельно-медовые и поэтому в первую очередь надо приготовить карамель в сотейник с толстым дном я всыпала сахар и будем готовить карамель посмотрите сахар начинает плавиться довольно быстро образовывается карамель самое главное сейчас не перепалить карамель чтобы она была такая светло янтарного цвета и чтобы получилось очень вкусная у меня здесь сахар коричневый поэтому карамель довольно быстро образовывается и получается такого красивого янтарного цвета вы видите самое важное не перепалить карамель еще раз повторяю чтобы она была вкусной и не горькой посмотрите сахар полностью расплавился вот такой цвет карамели меня полностью устраивает сейчас плиту сделайте на минимальный огонь и теперь сюда я добавляю сливочное масло но не из морозилки а чтобы масло было комнатной температурой и перемешиваю аккуратно потому что в первоначально идут брызги чтобы не ошпариться плиту уже можно выключить сейчас здесь идет такое достаточно сильное шипение хорошенечко все перемешиваю можно сейчас это сделать даже венчиком теперь сюда я добавляю мёд плита у меня уже выключена перемешиваю и всыпаю в массу соду и тоже перемешиваю сейчас начнется реакция соды с мёдом и начнется шипение посмотрите масса как поднимается поэтому лучше использовать вот такую кастрюльку с достаточно высокими бортиками замечательно пахнет карамелью посмотрите вот какая масса получилась сейчас медово-карамельную массу я переливаю в миску чтобы все быстрее остывала посмотрите какая пышная красивая масса получилась и к тому же очень ароматная конечно можно замешивать тесто в той же кастрюле в которой вы готовили вот эту карамель но мне так удобнее чтобы быстрее все остыло когда масса остыла я в нее добавляю по одному яйца у меня масса остыла так до теплого не до слишком холодного хорошо перемешиваю каждое яйцо причем как видите я использую мисочку разбиваю яйца в миску чтобы конечно если вдруг попадется плохое яйцо не испортить тесто добавляю соль перемешиваю и теперь просеиваю сюда муку постепенно буду замешивать тесто ложкой какой красивый карамельный цвет у теста получается просеиваю оставшуюся муку посмотрите в итоге какое тесто должно получиться оно не должно быть слишком жидким но и слишком плотным тоже не должно быть вот примерно вот таковите оно стягивается потихоньку с ложки вот такое тесто если вам мало муки можно добавить чуть больше и сразу же можно приступать к приготовлению коржей я подготовила противень на котором буду выпекать коржи застелила его силиконовым ковриком можно выпекать коржи на пергаментной бумаге только хорошего качества с силиконовым покрытием чтобы коржи не пристали к бумаге или на всякий случай тогда смажьте бумагу растительным маслом размер коврика у меня примерно 29 на 42 сантиметра но конечно до самых краев я тесто не буду распределять по коврику сейчас на коврик я выкладываю третью часть теста вы видите тесто немного постояла и оно как бы немного еще загустело руку смачиваю водой и распределяю тесто по коврику ровным слоем можно это делать конечно и ложкой как вам удобно шпательком подровнять потом но первоначально я советую распределять рукой так вы почувствуете толщину тесто и это довольно быстро и просто как видите коржи без раскатки это очень еще раз повторюсь быстро и не займет много времени сейчас я взяла шпателек тоже его слегка смочила водой и разравниваю тесто я распределила тесто по противню постаралась сделать это конечно очень ровно и сейчас отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 8-10 минут конечно смотрите по вашей духовке и не слишком сильно подпекайте тесто чтобы оно потом получилось нежным очень пышным мой первый корж уже готов посмотрите он получился такой светленький сразу же прямо горячий корж я обрезаю выравниваю края конечно эти обрезки не выбрасываем они пойдут на крошку которые будем декорировать торт и также сразу корж я разрезаю на две равные части теперь переворачиваю снимаю коврик у меня получилось два коржа теперь даю им полностью остыть и точно таким же образом буду выпекать остальные два коржа я уже подготовила все шесть коржей обрезала их до одинакового размера сейчас на противень я выложила обрезки от коржей и отправлю их ненадолго в духовку чтобы подсушить и сделать из них крошку и сейчас для нашего карамельного медовика приготовим вкусный крем для этого мне понадобится сметана сметану лучше брать максимальной жирности у меня здесь 30-ти процентная сметана также 50 граммов меда и 70 граммов сахарной пудры к сметане я добавляю сахарную пудру добавляю мед и хорошо все перемешиваю миксером слишком долго ничего взбивать не надо просто хорошо все перемешали сахарная пудра и мед очень быстро смешиваются со сметаной получился очень вкусный и нежный крем и сейчас конечно все очень просто перемазываем кремом коржи стараемся крем распределить ровно для всех коржей я выкладываю последний корж и весь оставшийся крем промазываю теперь вверх и бока тортика на верхний корж я оставила больше всего крема подсушенные из коржей я измельчу в блендере можно это сделать конечно при помощи скалки положить обрезки в пакет и измельчить скалкой постучать по ним хорошо вот сколько крошки у меня получилось с обрезков и сейчас весь торт обсыпаю крошкой очень простое украшение традиционное для медовиков ну вот прошло совсем немного времени и торт уже готов теперь конечно осталось самое сложное дать ему пропитаться отправляем его в холодильник минимум на четыре часа а лучше всего если он проведет в холодильнике всю ночь торт я достала из холодильника и он у меня стоял при комнатной температуре на столе примерно часа полтора я тоже рекомендую вам перед подачей обязательно торт доставайте заранее чтобы он получился мягкий и я сейчас отрежу кусочек торта вы чувствуете какой нежный прямо нож как масло прорезает какое великолепие получилось какие классные получились коржи которые пропитались сметанным кремом друзья мои я вообще обожаю медовики и кстати у меня на канале уже есть рецепт шикарного медовика я вам его тоже рекомендую посмотреть но это этот медовик он особенный посмотрите какие нежные коржи как они великолепно пропитались он просто изумительный и здесь карамельно-медовые коржи они совершенно необычные и я сейчас попробую реально этот торт просто тает во рту я вам очень рекомендую его приготовить на праздники тем более что готовится он быстро просто и когда не хватает времени перед праздниками это беспроигрышный вариант очень здорово я желаю всем приятного аппетита ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим новым видео с вашими друзьями подписывайтесь на мой канал люда изи кук позитивная кухня всем пока и и Продолжение следует...